Все наши материалы можно найти на официальном сайте, а также в Ютьюбе. Мы есть и в социальных сетях. Заходите, подписывайтесь. К другим темам. Экспорт товаров из Приднестровья в Россию увеличился на 11%. Такие данные показывает статистика таможенного комитета за 7 месяцев этого года. Об этом глава ведомства Виталий Нягу сегодня доложил президенту. По его словам, за январь-июль внешний торговый оборот увеличился почти на 50%. В динамике цифры говорят о росте Приднестровской экономики. Мы должны стимулировать производителей. В принципе, над этим работает правительство. Это позволяет сделать новый закон в инвестициях. Тем не менее, работа таможника, консультативного органа в данном случае, должна направлена на то, чтобы объяснять нашим производителям условия торговли с Европейским Союзом и с Евразийским Союзом и, конечно же, Российской Федерацией. В любом случае, наш интерес именно состоит в том, чтобы уравнять базу экспорта как в Европейский Союз, так и в Российский Союз, чтобы он был в принципе паритетным. Основной упор, конечно, на российский рынок. Нам интересен и российский инвестор, нам интересен и европейский инвестор. Президент обратил внимание и на ситуации, когда стоимость ввозимого в Приднестровье товара превышает сумму в 1000 долларов. В этих случаях груз должен пройти процедуру растаможки. Нередко эта норма вызывает недовольство граждан. Человек везет, допустим, телевизор дорогой, который стоит больше 1000 долларов США. Может быть, холодильник, может быть, гарнитур, кухню и так далее, и так далее, и так далее. Как с этим быть? И по большому счету, для личного потребления он ставит и не делает из этого бизнеса, получает от этого доход. И, естественно, взыскивать с него какие-то таможенные процедуры, наверное, не совсем корректно. У нас несовершенное законодательство и многие вопросы поданы на внутреннее, скажем так, чутье работника таможни. Это, кстати, категорически неправильно. Глава государства поручил сделать норму закона прозрачной и понятной. А в случаях, когда сотрудники таможни проявляли неуважение гражданам, применять дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.